Субтитры подогнал «Симон» 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 В данный момент у нас ведется вывозка органики в колхозе имени Максим Горького. На сегодняшний день вывозка составила около 8 тысяч тонн. До конца месяца мы будем работать. Пока на поле мы сможем заезжать тракторами, будет продолжаться вывозка. В начале года было произвеско на колхозе «Победа» 400 гектаров. Для колхоза Максим Горького в прошлом году буквально на урожай 1994 года произвеско на площади больше 500 гектаров. Также на площади больше 200 гектаров произведено фосфоритование. В данный момент из механизированного отряда у нас 7 агрегатов работает. До этого, буквально до этой недели у нас и две машины «ЗИЛа» участвовало. Итого было 9 агрегатов. Значит, 5 транспортных, 1 погрузочный К-700 и бульдозер Т-130 на заготовке. Галия Мухаммедовна, а какие планы у вас на будущее? Значит, в этом году по плану мы должны произвесковать площади 6000 гектаров. Кроме этого, значит, вывозка органики больше 60 тонн. Кроме этого, у нас хотим обратить внимание на химзащиту, химпрополку. Значит, у нас по плану 2000 гектаров, но это, я считаю, что небольшая эта работа. Буквально на весенние полевые работы собираемся приобрести МТЗ-80 и с опрыскивателем вместе. Два будет агрегата. У нас, думаем, провести химзащиту на площади уже больше 5000 гектаров. Значит, Галия Мухаммедовна, такого засорения, как в прошлом году, не должно быть. Да, я думаю, потому что в прошлом году, наверное, способствовало то, что мы не могли заехать на поля этот раз из-за неблагоприятных климатических условий. Но и тут я еще хочу сказать, что все-таки, наверное, погода погодой. Наверное, погоду иногда мы и сами делаем, агрономы. Это мы, химия, недостаточно проведена химзащита. Ну и в колхозах. Во многих колхозах у нас для опрыскивателей наконечники отсутствуют. По этому вопросу могут обратиться в объединение сельхозхимии. Наконечники для опрыскивателей есть. Сельхозхимия поможет колхозам. Кроме этого, у нас, вот по данным прошлого года, у нас по отношению к минеральным удобрениям приходится 10 грамм. А всего у нас, значит, по району было внесено 15, около 15 тысяч удобрения. Вот видите, какое соотношение. Значит, мы вносим удобрения, это способствует росту сорняков. И, естественно, у нас удобрения пойдут не на урожай. И часть у нас будет большие, большие будут потери. То, что сорняки будут эти минеральные удобрения поглощать, расти. Ну, естественно, у нас будет недостаточно выборка урожая. Галия Мухаммедовна, насколько я знаю, у вас есть новые, новейшие виды транспорта, чтобы, ну, бороться вот именно за сорением полей. Да, мы получили с Уфы пять германских опрыскивателей. Оборудование очень точное. Дозировка буквально идет до граммов. Пять у нас комплектов. Я думаю, колхозы, если приобретут это, это будет большой клад. Во-первых, легче будет агрономам настройку делать, и тут и обучение легче будет. Я думаю, у нас один останется с сельхозхимией. С этим агрегатом будем заниматься мы в колхозах. Вот вы сами считаете, делается ли вами все необходимое, чтобы получить в этом году хороший урожай? Ну, я думаю, что да, наверное. Даже то, что вот сейчас мы делаем помощь Максиму Горькому, это вывозка органики, буквально много лет не вывозилась. Это то, что цифра, вот то, что около 8 тысяч мы вывезли, это хорошо будет, конечно, на урожай. Ну, я думаю, раз планируем мы известкование, известкование у нас буквально, как в прошлые годы, наверное, не будем привозной известью заниматься. В районе где-то около 15 месторождений турфатуфов есть, уже заготовленные есть, вот буквально коммунарии есть заготовленные. Буквально подсохнет, наверное, и продолжим эту работу в этом направлении. У нас еще, кроме этого, организация помогает колхозу, то, что удобрение у нас поступает, буквально сейчас идет наплыв удобрений, колхозы и на подкормку, и на основной посев приобретает удобрение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь идет у нас заготовка и погрузка навоза. Буквально нелегкий труд у трактористов, которые работают здесь. На заготовке хочу отметить работу тракториста Шайбакова-Ривала, который уже многие года занимается этой работой. На погрузки Гельманшина-Виктора, очень опытного нашего тракториста. На вывозке работают следующие. Это Габадуллин, Шарафисламов, Нурисламов, Шакирьянов, Нуруллин. Галия Мухаммедовна, в день механизаторы сколько рейсов делают? В день механизаторы от 10 до 15 рейсов делают. Эта погрузка, значит, составляет 700-800 тонн в день. А каково отношение администрации колхоза к вам? Буквально от имени трактористов, от имени себя поблагодарить колхоза за то, что нас тепло так приняли. Нас очень вкусно кормят. Спасибо нашему Жемальяпу, который очень вкусно нам готовит. Также председателю колхоза, который буквально со всеми вопросами обращаемся, он нам помогает. Также работникам котельной постоянно горячая вода, значит, заправка горячей водой нас обеспечивает. И буквально любому бригадиру, агроному, обратишься, со всей душой нам относится. Большое спасибо колхозу. То, что во многих колхозах мы этого не получаем, здесь мы получили. Субтитры делал DimaTorzok Телезрители, сегодня у нас в гостях председатель городского комитета по охране природы Садия Ахметова Наталья Нургазаевна. Наталья Нургазаевна, пожалуйста, вам слово. С наступлением весны природа словно просыпается от долгой зимней спячки. И наряду со своими прелестями обнаруживается грязь, нечистоты, скрытые под снегом. Во время паводка эта огромнейшая масса мусора стекает в реки. Весна в этом году ожидается бурная. И чтобы не принесло весеннее половодие новых бед нашей природе, руководителям предприятий необходимо провести проверки технического состояния очистных сооружений, накопителей, иловых карт, амбаров, обваловок и также состояние санитарного состояния подведомственной территории. Городским комитетом по охране природы взяты под контроль предприятия потенциальные источники загрязнения во время паводка. Это биологические очистные сооружения, совхоззавод, нефтебаза, агропромхимия, городская свалка. С наступлением весны жители нашего города приступают к очистке своих индивидуальных хозяйств, а мусор со двора выносят прямо на улицу. Некоторые умудряются свалить мусор на лесопосадке или прямо в русло реки Янаулка. В результате наш город превращается в огромнейшую свалку, а Янаулка в сточную канаву. Уважаемые жители города Янаула, призываем вас своевременно провести работы по очистку и благоустройству улиц нашего города и прибрежной полосы реки Янаулка. Руководители предприятий, не допускайте загрязнения и засорения водных объектов производственным мусором и сточными водами, содержащие нефтепродукты. Весна – это прекраснейшая пора нашей природы, и чтобы сберечь ее в естественном состоянии, нам всем необходимо принять безотлагательные меры по сохранению красоты окружающей среды. Это долг каждого жителя нашего города. Большой Наталья Нургазина за выступление, но я думаю, мы с вами вперед будем сотрудничать и организовывать совместные проверки наиболее неблагополучных экологических предприятий, организаций, а также с проверкой санитарного состояния улиц нашего города. Немногие на улице еще знают, что районное ремонтно-техническое предприятие готовится к акционированию. Впрочем, пока для этого готовится только пакет документов и устав акционерного общества. Подробнее об этом мы расскажем вам в ближайших наших передачах. А пока рабочие сельхозтехники заняты подготовкой техники к весеннеполевым работам. На линии ремонта сегодня стоят 20 тракторов. Ремонтируются также 11 двигателей. Многим колхозам и совхозам, как, например, Большевик, 5 тракторов, МИР, 2, Мини-Парижской коммуны, 3 трактора, имени Калинина, Мичурина, готовят здесь технику ремонтники. В то же время хочется отметить, что некоторые хозяйства слишком поздно поставляют технику в ремонтно-техническое предприятие, когда до пассивной кампании остаются считанные дни. К их числу можно отнести и воединский совхоз. Нелега, как и везде, финансовая проблема. Хозяйство района зазажали предприятию в общей сложности 170 миллионов рублей. Однако ремонтники понимают трудности и заботы сельчан и стараются им помочь, как могут. Пока рабочие сельхозтехники выкручиваются, доставая запчасти по бартеру. Весьма кстати в этом оказался трикотажный цех, который оказывает ощутимые услуги предприятию. А ведь рабочим сельхозтехнике приходится ездить за запчастями не только в соседние районы нашей республики, но и в другие области и регионные страны. Как сообщил нам главный экономист предприятия Рамзия Салиховна Ильясова, трудности возникают особенно при выходе из строя поршневой группы коленчатого вала, деталей на ходовые части тракторов. В общем, на предприятии делают все, чтобы помочь аграриям в подготовке к весеннеполевым работам. Трудятся в эти дни рабочие РТП и в колхозе имени Чапаева на вывозке органики. Вывезено всего 4300 тонн. Одна бригада рабочих работает на газификации деревни Старый Артаул. В скором будущем к ней присоединяется и вторая бригада. Заслушивают только добрых слов электрогазосварщик Шакиров Марат и Менгазеев Геннадий. У ребят города и района продолжаются весенние каникулы. Для них сейчас устраиваются различные мероприятия. Например, 24 марта в детской библиотеке было открытие недели детской книги. 50 лет шагает по стране книжки на неделю. Можно с уверенностью сказать, что этой доброй традицией обеспечена долгая жизнь. За последние годы накопился большой опыт проведения весеннего книжного праздника юных читателей. Открыла неделю методист детской библиотеки Фаттахова Зиля Мазгаровна. Она говорила об истории недели. Затем замдиректора Багаова Гульнар Кавивна, ведущая литературного вечера, посвященного творчеству Гайдара, рассказывала ребятам о биографии, литературном творчестве Гайдара. Были прочитаны литературные отрывки из книг. Родина книг Гайдара – разные города, деревни и даже поезда. Школу он написал в Архангельске, дальние страны в Крыму, военную тайну на Дальнем Востоке. Голубая чашка же задумана в Арзамасе. С дальних стран окончательно определяется призвание Гайдара – быть детским писателем. Часто Гайдар задавал вопросы, случайно ли так с ним произошло. Фраерман считал, что Гайдар всегда писал о себе, писал для себя и потому-то стал детским писателем. Учащиеся первого класса средней школы номер два Гараев Динар и Мухаммед Шинельшат инсценировали отрывки из произведений Гайдара Чук и Гек. В завершение праздника активным читателям были вручены благодарственные письма и книги. Уважаемые ребята, в программу недели включены экономические игры «Бизнес-кота Матроскина», «Прощайте серебристые дожди», читательская конференция по книге Бекчентаева, игра «Викторина» по книге Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! А теперь на ваших экранах вы видите инсценированный отрывок из произведения Гайдара «Чук и Гек». Детство – это целый мир красивых сказок, мечтаний о будущем, игр и самое главное – вера во взрослых. Вера в то, что будущее маленького человека будет надежным, счастливым и уверенным. В наших передачах мы немало рассказываем о наших детях, независимо от того, ходят ли они в садики или учатся в школе. И не просто потому, что мы хотим вам, уважаемые телезрители, показать тот или иной образцовый детский сад или школу. Цель этих видеосюжетов и передач – донести до вас, что несмотря на все экономические неурядицы и политические катаклизмы, с нашими детьми работают люди, всего себя отдающие воспитанию нашего будущего. И знаете, приятно сознавать, что дети наши знают такие понятия, как доброта и милосердие, сострадание к ближнему, уважение и любовь к прошлому своего народа, бережное отношение к тем ценностям, которые сложились веками. Отрадно, что во многих школах нашего района уделяют должное значение изучению и знанию прошлого родного края и его фольклора. Среди них хочется отметить начальные классы Байгузинской средней школы. Немалая заслуга в этом, естественно, учителей начальных классов, педагога с более чем 35-летним стажем работы, отличника народного образования и маршевой гадилины Риславовны, и очень чуткого, внимательного педагога, участника районного конкурса, учитель года 93 Тарисовы Гузель Марселевны. Балаларымызда килешекке уйткені бізге махабет, килешекке мирас балдыру тәрбейәлебіз. Бүгін біз сіздің иқтебарға шунды бір милли уйынларының бірсі болған Аллақ үй уйынын тақтиметәбіз. Аллақ үмел Жил Марселевна прізг od matter jus? Аллақ, Аллақ « neкал Бүгін бір treasure бойoa» А киллақ « Passаху» Кalsхель Марселевна чизешко фиг racу Бүгін бір 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 убит Аллақ 好 он лақы buscando тқтай у кем hoor ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В детские души фундамент тех человеческих судеб, которые затем станут личностями. Конечно, непосредственные и первые помощники педагогов в этом родители. Это они самые лучшие и искренние советчики-доброжелатели. При их помощи проведены такие мероприятия, как для вас, дорогие ветераны, путешествия, путешествия, путешествия в страну вежливых, путешествия в страну вежливых, впрочем, в этом вы убедитесь сами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...